ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Осталась довольна, потому что я люблю такие книги. Мне нравится их листать, выбирать что-то из них. Но все же, могу сказать однозначно, больше всего мне понравились книги там, где идут небольшие дизайны. Почему? Потому что есть большая вероятность, что я из них что-то выберу и что-то сделаю. Это буквы, цифры, миниатюры, орнаменты и узоры, праздничные мотивы. Что же касается больших пейзажей, то тут есть один большой минус. Это то, как они сделали свою схему. Я могу сказать однозначно, что большие дизайны, я из них вышивать не буду, это неудобно. Мне проще приобрести набор и найти схему в интернете. Почему? Потому что большинство схем идут мелкие, и они сделаны так, что их не очень удобно отшивать. Мелкие дизайны вы можете взять, ничего не закрашивая, ничего не зачеркивая вышить. Что же касается крупных дизайнов? Почему нет? Потому что многие схемы, не все, но очень многие, именно большие, плохо читаемы. Получается, не видно клеточек самой схемы, и цвета сливаются, очень похожие цвета. Вот здесь, например, не один цвет. Вот еще вариант. Также получается, за счет того, что не видно сеточки, вот этих вот клеточек, то тоже не очень удобно. А я еще закрашивать люблю, а здесь очень мелко. Или вот еще вариант. Схема сделана не просто символами, а вот такими крестиками. Это еще менее удобно. И также очень похожие цвета. Ну, или вот здесь. Очень мелко, раскрашивать неудобно. Но опять же, повторюсь, это касается не всех с кем, а только некоторых. Вот, вот такие вот крестики я очень не люблю. Я предпочитаю символы. Есть, конечно, и вполне удобная читаемая схема, я не спорю. Их тоже достаточно много. Но все же, предпочитаю такие большие дизайны, от 4-х и более страниц, вышивать все-таки по наборам, или, ну, не из книг. Рвать мне их жалко, зарисовать мне их жалко. Поэтому, боюсь, большие дизайны я все-таки вышивать не буду. Схема в основу выглядит так. Есть более крупные, более мелкие. Ну, и, соответственно, меньше дизайн. Схема, естественно, крупнее, не более читаема. Все мелкие дизайны мне понравились. Все очень читаемо, вышивается легко. Я осталась довольна. Вот орнаменты и узоры. Тут есть и для вышиванок разные узоры, и просто узоры, которые можно куда-то использовать. Я вот осталась очень довольна. Буквы и цифры. Тоже осталась очень довольна. Все ясно, легко. Такие вещи часто куда-то используются. Тоже все четко, ясно, читаемо. Очень понравились праздничные мотивы и миниатюры. Вот от этих книг я просто в восторге. Тоже пока подробно ничего показывать не буду. Возможно, в будущем я сделаю обзор более подробно этих книг. И выложу там, возможно, одним большим видео или всеми сразу по каждой книге, чтобы не засорять подписки. Но вот эти вот три книги мне больше всего понравились. Тут действительно много всего интересного. Все дизайны небольшие, повторюсь. И всех можно легко вышить. Не выдирая страницы, ничего не закрашивая. В каких дизайнах это не обязательно. Здесь много всего интересного. Мои подвесочки, разные закладочки. Также не сказала, что здесь не только вышивка крестиков. Меня как-то больше она интересует. Также есть вышивка гладью. Есть вышивка бисером. Да, от этих книг я больше всего в восторге. Так что, в общем, я осталась довольна. Вот свадебная подушечка. Бискарнюшки. Ну, я думаю, пока на этом все. Возможно, как я уже сказала, позже я выложу более подробное видео. Или одно большое, или, может быть, по каждой книге оно все сразу выложу. Посмотрим. А пока спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было кому-то полезным. Те, кто думает покупать такие книги или нет. У меня сейчас, в принципе, есть везде. Продолжение следует...